Статистика на ваших экранах. Все-таки Амурские Тигры дожали ее по броскам 47 на 45, а вот Тайфун все-таки дожал по броскам. Вот так мы менялись от периода к периоду, и в итоге вот такие цифры получили по силовым приемам также здесь преимущество у гостей. Ну и давайте вообще вспоминать, как события в этом матче развивались. Амурские Тигры счет открыли и сделали это в большинстве. Достаточно быстрая шайба и трех минут не прошло. Александр Лазарев забросил. Иван Голгин здесь запишет результативную передачу. Сказал Константин Богдановский про микроцикл. Возможно, Лазарев уже сегодняшний хит-трик. И кто знает, может, выходной положено, хотя, наверное, время не то. Вообще, конечно, забавные такие хитросплетения. Играть с Амурским Тигром в плейнт с Петербургским Динамо с таким Богдановским в протяжении двух сезонов в этом коллективе работал. Тайфун отыгрался во втором периоде, ближе к его концовке, в начале 16-й минуты. Это Антон Кузнецов с передачи Никиты Ярошкевича. И Ильи Нечитайло убежал к чужим воротам. И здорово свой момент реализовал. Ну, а дальше, на самом деле, кошмарный отрезок настал для приморцев. Потому что сначала Лазарев оформляет дубль. Вот так фактически одного человека обыграл. И все, целиком, полностью остался один, никем не прикрытый. И прошло чуть больше четырех минут, там буквально четыре с копейками. И Георгий Проня во многом, на самом деле, исход этого матча уже решил. Передача Голубцова и Подвойского в этой ситуации. Ну и фактически сразу после шайбы Проня. Тут даже посчитать, на самом деле, 28 секунд. 28 секунд, а Александр Лазарев после его грубейшей ошибки, грубейшей, конечно, неточной передачи в средней зоне, улетает и делает вот столько. Делает хет-трик. Однако, последнее слово осталось за тайфуном. Это Степан Левицкий после вот здесь классного перепада в чужой зоне с передачей Ярослава Нигеля подправляет эту шайбу в ворот. Но концовка, на самом деле, с пустыми воротами в формате 5 на 3 тоже была за тайфуном. Но спасти эту игру, конечно, было уже невозможно. Вот такие итоги этого матча и вот такие итоги этого регулярного чемпионата. И для амурских тигров, и для тайфуна, для двух этих восточных коллективов. Благодарим команду за игру. Тайфуну спасибо в целом за сезон и будем ждать от них улучшений в следующем регулярном чемпионате. Пора для восточники с 9-го места уже подниматься повыше. Ну а амурские тигры, еще раз напоминаю, 29 февраля Хабаровск, первый матч серии «Плейн» против петербургского «Динамо». Ну а на этом и на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Для вас в игру прокомментировал Филип Майков. Услышимся на молодежной хоккейной лиге.